Привет, Константин Михайлович. Мы смотрим футбол с удовольствием, потому что Барселона сегодняшняя, хоть и стала при Вальверде играть несколько суши, остается все равно командой великой, командой с большим, серьезным футбольным атакующим менталитетом. Начинается. Да, матч начинается и начинает Леон, как знать, может быть не последний раз в этом матче в центре поля. Леон занимает третье место, но там Парис Энжермен в своем чемпионате играет. Атака Барселоны, передача на Суареса далековато. Далековато. Вот это здорово! И Месси! Вот это уже Антони Лопы. Ну, Суарес ставит спину, дальше на Месси, но здесь на Домбеле. Для Каутинь вообще чуть ли не каждый матч идет под заголовком, лозунгом «Постный матч», да, где Барселона совершила камбэк на все времена. 6-1. И Суарес в привычной манере рушится на газон, но он не любит Суарес. Пока как-то это все далеко от ворот. Но вот это хорошая стенка. Суарес, пенальти. Пенальти. Как же грамотно подставился Суарес. И ДНР не показывает. Ну ладно, Месси берет. Ох, красиво, красиво. В стиле Агуэр, аргентинцы. В стиле Антонина Паненки. Самая глава. Хорошо, да. У нас уже не будет дополнительного времени. И Месси выполнил передачу. Ну, просто дьявольски точно. Еще момент. Каутиньо. Антонин Лопы получает по лицу. И свисток польского арбитра. Суарес забил. Ну, он уже под свистка. Разумеется, мяч не может быть засчитан. При разных тренерах. Там при Луисе Энрике. Я уж не говорю про Гвардио. Что сделал Суарес? Луис Суарес, брависсимо. Мало того, что он в двоих обыграл на линии штрафной. Качнул вратаря. И вот этот момент у Дембеле это скорее исключение. Ай-яй-яй-яй-яй. Желтая карточка. Сейчас должна быть. Логично. Да, и очень. Там на замену есть черта, на замену и вратаря. Но дальше имеет ли смысл играть? Продолжать в три центральных защитника. Или, может быть, вернуться к варианту с двумя и сыграть посмелее в атаку? Суарес и здесь опередил. И здесь опередил. И покатил мимо ворот. Луис Суарес сегодня, а? Мата, видимо, перебил, да? Бескровленного. О-о-о-о. Еще один идеальный пас Месси. Крутили весь. Но играет на ракете. Нет, на бускетце. Бускетце. Ох, какой. Какие шутки. Очередной золотой мяч. На самом деле он, конечно, никогда просто не стоит. Ох, какой подкат сейчас был. Тоже на желтую карточку от Дембеле. И можно на мяч сесть и тоже тебе поапланировать. Я ни в коем случае здесь не приезжаю вот этот отбор. И передача. Она не прошла в первом темпе. Суарес выкарабкался Месси. Пауза. ДНР сыграл мяч на этот раз. Будет всего-навсего угловой. Вот даже у великого Лионеля Месси сейчас будет. И подача. Терзы. Марк Андре. Еще будет удар. И он забивает. Люка Дузар. Возвращает матчу интригу. Падение. Можно играть, показывает Мартинник. Но свечом-то Лион остается. Удар в ближний угол. Набиля Фекира. И мяч проходит над перекладиной. И мяч Минди. Будет подача. Опасно. Депай. Удар. И на месте Галкипин. Прямо освободится от мяча. Ракитич. Месси. Ох, как красиво. И... Пустые ворота. Кутинь. Не попадает. Что ж не упал на сейчас? В отборе сегодня Месси. Действительно. Здорово. Альба. Вот его излюбленная передача. Месси. Удар заблокирован. Но когда нет других вариантов, пара Месси-Альба обязательно что-нибудь... И оказывается, Асуарес, который уже сегодня слева играл от Трауре. Такой рослый, гибкий, очень форвард. И нарушение правил. И Артур Видаль. Да, Артур Видаль. Да, в центре поля стала уступать Барселона. В том числе подача, удар поворотом. Но все-таки пробил Марселло. В первом тайме потрудился. Во втором уже похуже. Но, видимо, после... Месси мяч на ход Альбе. Но Барселона сейчас атакует только одним флангом. Вот здесь здорово они старались вступить в отбор с фолом мяч. Все-таки отобрать неудобно же. Дорого обойтись, Месси. Ой, ой, ой. Ой, что ли он сделал? Месси с правой ноги все-таки забил этот мяч. Пробил три его партнера Месси. Месси в штрафной прострел. Браво! Великолепен Лео Месси и Жерар Пике пролетев 100 метров сборной. Если не считать самую первую, так далее, 5-да, будет дополнительный шанс. Но Адамбеле делает счет 5-1, забивая между ног вратарю Горжеледу. Лео Месси...